Северодвинск 24-й многофункциональный центр. Он рассчитан на обслуживание жителей острова Ягры. Когда открытие? На перекрестке Ломоносовой и Профсоюзной столкнулись две иномарки. Один из водителей госпитализирован. О происшествиях в рубрике «Протокол». 18 очаровательных северодвинок готовятся к главному конкурсу красоты. С девушками работают фотографы, хореографы и педагоги по дефиле. Репортаж с репетицией в рубрике «Культурный город». Появятся ли в Северодвинске новые спортивные объекты в 2017-м? Ответ в рубрике «Отдельный разговор». Гость студии – депутат горсовета Николай Трухин. Сегодня утром на площади Победы зажгли главную городскую елку. Звать Деда Мороза пришли 475 воспитанников детских садов. Аналогичный детский праздник прошел и на Яграх. Смотрим сюжеты и заряжаемся новогодним настроением. В 10 утра посмотреть на главную в Северодвинске елку пришли почти все старшие группы детских садов. Здесь для них и снегурочка, и символ уходящего года – обезьянка и веселые гномы. Пока ждали главного героя Нового года, согревались танцами. Но волшебник в красной шапке долго ждать себя не заставил. Зажечь елку Дед Мороз сам не решился. На помощь позвал мэра города. Для того, чтобы зажечь елку, нужно сказать волшебные слова. Вы ведь об этом знаете? А слова такие. Раз, два, три. Елочка, гори. Давайте вместе. Раз, два, три. Елочка, гори. Что мы тебе будем дарить на Нового года? Ну, я думаю, это секрет, потому что, ну, Дед Мороз мне еще какой-то сюрприз сказал готовит. И какой, не знаю. Дедушка Мороз, пожалуйста, небель для Барби. Ну, я хочу снегоход. Очень понравилось все. Дед Мороз, елочка такая красивая. Организация очень, все понравилось. Главное, чтобы дети были довольны. С разницей в час детские сады на яграх также ждали, когда зажжется их елка. Пока Дед Мороз и Снегурочкой добирались до площади Просянкина, зрители развлекали сказочные герои и зимушка-зима. А дети время не теряли. Дедушка Мороз, подарили на Новый год планшет. Дедушка Мороз, я еще не загадаю, чего на Новый год хочу, но загадаю. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу выжить Слегу-Ниндзяга. Дед Мороз, я хочу клюску, сайбу и коньки. Наступающий год петуха. Я хочу пожелать всем счастья, здоровья. Ну и, конечно же, чтобы каждый новый день он приносил только что-то новое, радостное. По большему радости, любви и здоровья. С Новым годом! Дед Мороз прибыл на ягры в 11.30. В это же время живая ель загорелась огоньками. Раз, два, три, елочка, гори! Огонь! Две главные елки зажгли, праздничным настроением заведелись. Теперь можно официально начинать отсчет. До Нового года осталось ровно 15 дней. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Незаконная рубка елей карается штрафами и уголовным наказанием. А вот разрешение получить гораздо дешевле. Всего-то 13 рублей за метровую елку. Подробнее о предновогодних правилах смотрите далее. В руках у директора Северодвинского лесничества заявление на сруб 50 елей. Сегодня с ним обратился северодвинец. По закону запретить и не выдать 50 разрешений не могут. Но такую просьбу все-таки будут тщательно рассматривать. По нашим документам у нас выписывается разрешение только для граждан, для собственных нужд. Вот это... Не для продажи. Не для продажи. По этим елям, если полиция может проверить, то предусмотрена административная ответственность. Об административной ответственности и правилах рубки новогодних елей говорили и на межведомственной пресс-конференции в Архангельске. Она влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Ответственность за незаконно срубленную ель, она достаточно высока, если сравнивать с той стоимостью, которую нужно заплатить, чтобы все сделать законно и не омрачать себе праздник. А в отдельных случаях, когда природе нанесен ущерб, оцененный свыше 5 тысяч рублей, заводится уголовное дело. Ежегодно перед Новым годом в Архангельской области выписывается 20-25 тысяч разрешений на законную рубку елей. В Северодвинске только за две недели выписано 400 разрешений. Выдаются они в лесничествах по месту жительства. Адреса и телефоны есть на сайте правительства области. Квитанцию на оплату разрешения можно получить и по электронной почте. После оплаты в банке обратиться снова в лесничество и заключить с ним договор купли-продажи. Цена за одну ель колеблется от 13 до 200 рублей в зависимости от метража. Дома есть искусственная, но как-то она уже... Не хочется, хочется что-нибудь для детей свежего. Чтобы пахло елкой, да? Да, чтобы к Новый год, да и к Новый год, как раньше, в детстве. Где рубить прописано в договоре. Как правило, это участки вдоль дорог и под линиями электропередач. На этих участках предусмотрена расчистка, в любом случае, расчистка деревьев и кустарников. Поэтому заготовка новогодних елей здесь, в общем-то, проводится без всякого ущерба для леса и для природы. Напоминаем, рейды сотрудники лесничества совместно с полицейскими уже проводят. В Северодвинске незаконно срубленных елей пока не выявлено. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. До конца года в Северодвинске откроется четвертый по счету многофункциональный центр. Он рассчитан на обслуживание жителей острова Ягры. Адрес нового МФЦ – Приморский бульвар 30, дробь 34. Сейчас там идет ремонт. Снаружи монтируют окна, внутри вовсю идет отделка помещения. На Яграх отделение будет немногочисленным всего три окна. Но, как утверждают специалисты, для ягринцев этого вполне достаточно. Данное отделение открывается по многочисленным просьбам горожан, по просьбе администрации города Северодвинска. В связи с тем, что не секрет, Ягры – отдаленная часть нашего города. И людям бывает сложно добраться до ближайшего МФЦ, который находится в городской черте. Напомним, сейчас в городе работают три отделения МФЦ. На Арктической 18, Советской 55 и в июле отделение открылось на Индустриальной 18. В каждом МФЦ предоставляется 113 государственных и муниципальных услуг. Самые востребованные – услуги Росреестра, Кадастровой палаты, на втором месте – Пенсионного фонда. Набирают популярность услуги СОБЕСа. Заплатил налоги за себя, заплати и за близкого своего. Поправки внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации. С 30 ноября уплачивать налоги за физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организации вправе иные лица. Это удобно, если сами налогоплательщики не могут по каким-то причинам исполнить свой долг перед государством. Однако в законе говорится, третье лицо, заплатившее за другого налогоплательщика, не вправе требовать возврата уплаченной суммы из бюджета. В Архангельской области появится новый телеканал. Севернодвинская ГТРК меняет свое название. С понедельника на этой же кнопке начнет вещание телеканал «Свой регион». 185 тысяч домохозяйств, потенциальная аудитория 545 тысяч человек. Телеканал «Севернодвинская ГТРК», а с понедельника «Свой регион» охватывает порядка половины всей Архангельской области, в том числе 14 городов. Выходят в сетях кабельных операторов связи и они целиком, Ростелеком, МТС и с недавних пор Архангельской телевизионной компании. Очередным этапом нашего развития стало заключение соглашения с Архангельской телевизионной компанией на трансляцию нашего канала в кабельной сети АТК. И по большому счету смена названия нашего телеканала на «Свой регион» – это стремление стать своим телеканалом для каждого зрителя нашей Архангельской области. Ведь все мы связаны между собой, все мы жители своего региона. В понедельник «Вестник Севернодвинской» и другие программы нашего телеканала смотрите на этой же кнопке, но на телеканале «Свой регион». В предстоящие выходные и в начале следующей недели в большинстве районов области пройдет снег. Ветер будет в основном преобладать западных направлений, умеренный. Температура воздуха в среднем ожидается до минус 8. В конце следующей рабочей недели снег пройдет лишь местами. Общий фон температуры воздуха ожидается несколько выше климатической нормы, сообщает Северный УГМС. А прогноз на ближайшие дни у Ольги Савиновой. Суббота – самый теплый день недели. Здравствуйте. О метеопрогнозах после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. На перекрестке Ломоносовой и Профсоюзной столкнулись две иномарки. Один из водителей госпитализирован о происшествиях в рубрике «Протокол». 18 очаровательных северодвинок готовятся к главному конкурсу красоты. С девушками работают фотографы, хореографы и педагоги по дефиле. Репортаж с репетицией в рубрике «Культурный город». Появятся ли в Северодвинске новые спортивные объекты в 2017-м? Ответ в рубрике «Отдельный разговор» гость студии депутат горсовета Николай Трухин. Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор Торговый дом «Калаш». Время чудес в Торговом доме «Калаш». Только с 5 по 18 декабря 2016 года скидка 20% на костюмно-платильные ткани и наборы для вышивания. Во всех магазинах «Калаш». В субботу 17 декабря по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается ночью 5 градусов мороза, днем до минус 1. Ветер южный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 758 миллиметров ртутного столба. Облачно, временами снег. В народном календаре 17 декабря варварены морозы. К этому дню на Руси, как правило, наступало время сильных холодов. Кроме того, верили, что ночь теперь начнет убывать. У спонсора небесной канцелярии торгового дома «Калаш» время чудес. Только до 18 декабря скидка 20% на костюмно-постельные ткани и наборы для вышивания во всех магазинах «Калаш». На этом пока все. Хороших выходных! Вы не знаете, что подарить хорошему другу или любимому мужчине? Подарите сертификат магазина «Автомастер». Отличное решение! «Автомастер» больше, чем инструмент. Город Севровинск, улица Железнодорожная, 40. Внимание, внимание! Зимняя ярмарка на вертолетке. Для вас елочный базар, фейерверки, подарки, финские товары, акции и скидки. С 23 по 26 декабря. 18 декабря, 16 часов, Дом Корабела. Вокруг степа за 60 минут. Концерт, театр, степ-танца, импровиз. В программе принимают участие творческие коллективы ДК. Билеты в кассе ДК, телефон 507-349. Самые яркие украшения 2017 года из новых коллекций европейских дизайнеров. Ждут своих стильных обладательниц в отделе ювелирной бижутерии «Анит Кристаллс». Здесь вы найдете эффектные аксессуары, как для вашего праздничного, так и для повседневного образа. Объемные витые колье, крупные стразы Сваровский, изысканные длинные серьги и мерцающие подвески, а также хит сезона – изделия из барочного жемчуга. Остается только среди этого великолепия выбрать то, что подчеркнет вашу неповторимую красоту. Уважаемые кавалеры, если еще не определились с выбором подарка для своей дамы, добро пожаловать в «Анит Кристаллс». Элитная бижутерия от всемирно известного бренда «Кардельон» – от такого подарка глаза вашей избранницы засияют по-настоящему. Город Архангельск, проспект Троицкий, 20, торговый центр Гранд Плаза, 2-й этаж, отдел «Буффало». «Анит Кристаллс» – приблизьте волшебство главной ночи года. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Сегодня утром у стадиона «Строитель» столкнулись две иномарки. Один из водителей госпитализирован, а в Архангельске задержали дачного вора. Мужчина подозревается в краже инструмента и бытовой техники. Об этих и других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – «Север Инвест Групп». Внимание! Открыты продажи в новом жилом комплексе «Южный». УДК «Строитель». Энергосберегающие стены, теплая керамика, потолки примета, балконы терраса в каждой квартире, просторные подъезды с лифтами и колясочными. Более 100 машиномест, шлагбаум на въезде, детская, спортивная площадки и благоустроенная набережная. Квартиры от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Офис продаж Агентства недвижимости «Азбука жилья». 8-911-556-17-17. Авария с участием двух иномарок произошла у стадиона «Строитель» в 9-м часу утра. За рулем обоих автомобилей были женщины. Водитель 82-го года рождения, управляя автомашиной «Киа Рио», двигалась по улице Ломоносова. При повороте на перекрестке с улицы Профсоюзной, при повороте налево, допустила столкновение с автомашиной «Рено Меган». Под управлением водителя 81-го года рождения. По словам очевидцев, водитель «Киа» не уступила дорогу встречному автомобилю, так как не заметила его. «Рено» развернула от удара, водителя с травмой госпитализировали. Предварительный диагноз – ушиб грудной клетки. Других пострадавших нет. Оба автомобиля получили значительные повреждения. Полиция Архангельска задержала мужчину, который подозревается в многочисленных кражах на дачных участках. Вещи пропадали у дачников в поселке Уйма и округе Воравина-Фактория. В ходе проведения обыска у гражданина было изъято большое количество бензо- и электроинструмента, дачного инвентаря и бытовой техники. У следствия есть все основания полагать, что эти вещи были похищены у владельцев дачных домов. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по части 300-ти 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Расследование продолжается. Тех, кто опознал на фотографиях свои вещи, полиция просит обратиться в ОМВД России Приморский. Телефоны указаны на экране. После разногласий с банком 78-летний северодвинец все-таки получил компенсацию. Напомним, пенсионеру закрыли доступ к сберкнижке после того, как сотрудник банка повредил его паспорт. Серия номер и страница с фотографией остались целыми, однако банк в выдаче средств отказал. С июня по декабрь мужчина не мог получить свою пенсию. Обращался в региональное отделение банка, затем в суд и прокуратуру. С банка пенсионер требовал неустойку, компенсацию морального вреда и проценты за пользование денежными средствами. В сумме больше 400 тысяч рублей. Начальник архангельского отделения Сбербанка лично взял на контроль эту проблему, разобрался в ней, принес извинения к моему доверителю и предложил урегулировать этот вопрос мирным путем. Доступ к сберкнижке северодвинцу открыли 2 декабря. А сегодня пенсионер получил 100 тысяч рублей путем мирового соглашения. Теперь о новостях культуры. С ними вас познакомит Мария Воробьева. Ей слово. Спонсор рубрики «Культурный город» – торговая сеть «Пеликан». Не пропусти игрушечный переполох перед Новым годом. Внимание! Игрушечный переполох в «Пеликане». Настоящие фантазеры построят из конструктора свой собственный яркий необычный мир. Больше деталек, больше фантазии, больше улыбок. Маленьких принцесс ждет сказочный мир кукол из России и Германии. А сколько у нас отличных игрушек для мальчишек. Супергерои, трансформеры, машинки. Даже папа попросит поиграть. Наши игрушки приносят радость, становятся вашему ребенку настоящим другом и помощником в исследовании всего нового и интересного. И пусть взрослых не смущают наши низкие цены. Ведь «Пеликан» – это сочетание качества, безопасности и постоянного обновления ассортимента. Мы ждем вас в ЦУМе, Радуге и в нашем магазине «Лучик» на Труда 55. Телефон 522-001. Здравствуйте. 18 очаровательных «Северодвинок» готовятся к главному конкурсу красоты. 8 января пройдет финал «Миссис Северодвинск». Готовятся участницы каждый день с 5 декабря. Кто-то из них даже специально взял отпуск. С девушками работают фотографы, хореографы, педагоги по дефиле. На одной из репетиций побывала и наша съемочная группа. Шаг влево, шаг вправо и не шагу назад. На этом занятии финалистки конкурса буквально учатся заново ходить. Уверенно, элегантно и при этом на высоких каблуках. Для девушек это третий урок по дефиле. На сцену они выйдут тоже трижды. Это основополагающий конкурс со всех. Поэтому все стараются. Все уже купили черные туфли. Все уже подготовили платье для дефиле. Поэтому, видимо, все красивые участницы. А те должны быть обязательно черными? Обязательно черные, да. У нас дресс-код. Возраст участницы – 27 до 45 лет. Помимо дефиле финалистки исполнят совместный танец. Также каждая подготовит творческий номер и поучаствует в интеллектуальном конкурсе на экологическую тему. А теперь поговорим о сильной половине человечества. В Северодвинск приехал Каргопольский народный мужской академический хор. Голоса 25 его вокалистов звучали на сцене НТЦ «Звездочка». Издалека приехали в Северодвинск эти вокалисты. На родине, в Каргополе. Они экскурсоводы, военные, члены Союза художников. А в музыкальной жизни представители единственного в области народного мужского академического хора. В программе стихи Ушакова, Симонова, Твардовского. И, конечно, классика. Песни «Эти глаза напротив», «Там за туманами», «Офицеры», «Казаки в Берлине», «Смуглянка». Это живое исполнение, это живой звук, живой аккомпанемент. И почему это нужно? Потому что любой вот такой концерт, он лечит душу, он дает определенную эмоцию, он дает хорошее настроение. Концерт хора называется «Мужского братства голоса». В зале ветераны Северодвинска. Для них гости исполнили специальную программу. Несколько песен о городе Корабелов. Там я усталая подлодка, без глубины идем домой. На сегодня у меня все. Удачных вам выходных! Престиж Дент предлагает услуги. Современная хирургия, где проводится имплантация зубов, костно-пластические операции, восстанавливающие утраченную костную ткань, все виды амбулаторных операций. Парадонтальная хирургия – это операции, направленные на лечение десен, целью которых является восстановление десны при оголении корня зуба, создание недостающего объема костной ткани и укрепление подвижных зубов. Престиж Дент. Октябрьская, 3. Новинки кухонных, садовых и строительных инструментов в городе Корабелов. С удобными и функциональными приспособлениями для дома и дачи вас познакомят на выставке «Мир инструмента» в эти выходные. Для настоящих мужчин представлены немецкие инструменты «Кайндл». Теперь устроить дома профессиональную мастерскую можно с минимальными усилиями и затратами. Фирма «Арту» из Германии делает сверла, которые могут просверлить любой материал, абсолютно бетон, кирпич, кафель и даже закаленный напильник. Вот такую вот сталь, очень твердую. Они не боятся нагрева, они выдерживают нагрев до 1300 градусов, что самое важное, они не требуют охлаждения при работе. С заточной насадкой для дрели точить ножи, топоры, ножницы и другой инструмент смогут даже те, кто делает это впервые. Достаточно лишь закрепить инструмент с помощью шарнирного зажима. Заточка и полировка возможны под любым углом наклона. Специальная шлифовальная насадка с плавающей головкой превратит дрель в настоящую шлифмашинку. Вот этот шарнир, что это дает? В то время, как обычная насадка вот так краем всегда идет, это, видите, я одной рукой, держи, она подравится. Абразивы сменные. Продлить жизнь шлифовальным насадкам можно специальным очищающим бруском. Ту же самую дрель заточный станок превратит в такой сверхпрочный алмазный диск. Любой материал даже победит, затачивает без перегрева, благодаря специально расположенным отверстиям. Также он становится прозрачным, и человек может наблюдать, что он заточит. Хозяек ждет множество сюрпризов для работы на кухне, в саду и огороде. Себе любимым и в подарок близким. У нас очень много интересного. Это нож, который не надо точить очень долго. Для тех, у кого есть ножи, есть точилка, можно заточить все свои ножи на кухне. Ну и не только на кухне, просто весь кухонный инвентарь можно заточить. Отечественные капуста-резы позволят быстро и без усилий нашинковать капусту и нарезать любые продукты. Рыбочистка быстро и аккуратно почистит рыбу. Также представляем универсальный клей. Он подойдет для резиновых лодок, матрасов, обуви и не только. Намертво склеит за 3 секунды и при этом сохранит эластичность материала. Видите капля клева так? И выдавливаем вот так. Выдавили, держим 3 секунды, все, соединение готово. А таким ножницам под силу даже проволока и кровельное железо. На даче же не обойтись без сверхмощного секатора. Инструмент перерезает ветви толщиной в 4 сантиметра. Принцип очень простой. Надавили до конца, отпустили до щелчка. Раз, два, три. Да, если только надо уметь считать до трех. А защитят от опасных падений в гололед отечественные ледоходы. Ждем вас на выставке «Мир инструмента» в субботу и воскресенье 17 и 18 декабря. С 10 до 18 часов вас ждут в ЦК ИОМ. И о спорте. После трехнедельного перерыва в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги Архангельский водник на своем льду принимал столичное «Динамо». Гости прибыли в столицу Поморья без лидеров Сергея Шабурова и Евгения Иванушкина, а также без основного голкипера Кирилла Хвалько. Хоккеистам водника, а тем более болельщикам желто-зеленых все равно до проблем столичного «Динамо». Даже в оптимальном составе в первых спаренных матчах в спорткомплексе «Крылатская» москвичи потерпели два поражения 8-2 и 6-1. На стадионе труд наша команда не дала соперникам ни единого шанса. Уверенная победа со счетом 7-0. Ну, очень старались мы. В принципе, до третьего гола у нас получалось хорошо достаточно обороняться. Очень компактно играли, грамотно, в принципе. Все, что просили, делали. Да, ясно, что у нас исполнителей не хватает какие-то моменты создавать. Мы не играли две недели. И, конечно, за это время тренировки и тренировки играет совсем немножко другое. Плюс «Динамо» с первым таймом мало хорошо оборонялись, не давали нам, как бы, проводить атаки. Ну, в принципе, да, матч тяжелый. И, честно говоря, ставил несколько впечатлений. То, что, да, что вот, говорю, надо тут сейчас когда-нибудь немножко выходить опять из этой ямы, такой, знаете, функциональной. Ну, все поправимо, в принципе. Желто-зеленые еще раз подтвердили свои притязания на лидирующие позиции в западной группе. А в данную минуту на стадионе «Труд» проходит второй спаренный матч хоккеистов «Водника» и «Динамо-Москва». Накануне в первенстве города по мини-футболу были сыграны два матча. В первом из них возмутители спокойствия из команды «Скат» встречались с одним из лидеров турнира «Стройпортом». А не знающие поражения футболисты «Океан-2» принимали на своей площадке аутсайдеров первенства «Энергию». В случае победы «Стройпорта» над «Скатом» подопечные Евгения Проурзина выходили бы на первую строчку. Желто-полосатые с первых минут навязали футболистам «Ската» свою игру. Забив три мяча «Стройпорта» все же пропустили голевую контратаку. Во втором тайме «Стройпорт» забил еще три и закономерно победил со счетом 6-1. Поединок между «Океан-2» и «Энергией» стал более упорным и дерматичным. Моряки, ведя в счете по ходу всего матча, вновь провалили концовку. Финальный свисток застал команду «Энергию» в атаках, а счет 5-4 зафиксировал очередную победу «Второго океана». Сегодня результат матча между командами «Стройпель Техавта» и «Динамо» может вывести «Динамовцев» на первое место. 18 декабря состоится еще одна принципиальная игра между «Рифом» и «Океан-2». На что надеется «Северодвинску» спортивному в 2017 году? Напомню, во вторник депутаты городского совета во втором окончательном чтении приняли бюджет. И сегодня у нас в гостях председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Николай Трухин. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Владимир. Предлагаю сначала подвести итоги спортивного 2016 года. Я являюсь председателем комитета по физической культуре и молодежной политике. Поэтому надо подвести итоги не только по спорту, но и молодежи тоже в целом. Потому что нашему комитету контрольны две программы. Это «Молодежь Северодвинска» и «Физическая культура и спорт». Обе программы были профинансированы в 2016 году в полном объеме. Все мероприятия, которые были запланированы в молодежном центре, все проведены. Конкурс «Молодежь Северодвинска» тоже освоены. Деньги приняли. И там у нас примерно 40, по-моему, проектов было. Вот мы распределили между ними денежные средства. Сами они заявили на 9 миллионов. Наша доля была там полтора миллиона рублей. Но, по крайней мере, всем дали по чуть-чуть, для того, чтобы они участвовали. В спортивном направлении также у нас строитель полностью профинансирован, выполняет свою программу. В этом году в рамках спортивных мероприятий оказана поддержка на все соревнования, которые у нас проводятся. Я являюсь председателем Федерации флорбола. Почувствовал тоже это, что у нас, по крайней мере, на Кубок мэра мужских соревнований профинансировали в рамках бюджета. Детские соревнования тоже профинансированы в рамках бюджета. И поэтому то, что люди планировали поддержку, все мы это, так скажем, осуществили. Оказывается, поддержка тоже, конечно же, и для выезда в рамках, так скажем, повышения квалификации наших спортсменов. И как результат мы видим, что десятка у нас лучших спортсменов проходит тоже с конкурсом. Там у нас больше человек, чем 10. И десятка стипендий тоже у нас. Люди туда попадают с хорошими результатами благодаря тому, что финансирование все-таки у нас идет на том уровне, на котором возможно на сегодняшний день и в полном объеме. И мероприятие, которое завершили, да, «ФОК-звездочка». Вот мы его в этом году, получается, полностью закончили передачу имущества, да, и теперь там у нас полностью сформированный, так скажем, стадион, на котором, если отметить для города, да, появилась секция хоккея. На базе Дюсуша открыты две ставки тренера, и на сегодняшний день там занимаются дети на ледовой арене. Можно сказать, что круглый год. Вот это из завершенных. Ну, не удалось. Тоже у нас, да, было мероприятие на стадионе «Строитель». Мы хотели построить каркасно-тентовое покрытие для того, чтобы можно было зимой меньше убирать снега, да, и больше заниматься катанием. Не удалось нам в этом году по техническим причинам сделать, но я уверен, что в следующем году, если говорить о 17-м году, мы запланировали эти денежные средства. Технические все нюансы устраним и все-таки завершим данное мероприятие. И там у нас будет крытый каток, пускай не такого, да, масштаба, как здесь, но я думаю, это только начало. Хочется отметить момент, что первый раз мы передали безвозмездно спортивной организации помещение на «Победы-16» по их заявлению, что позволит им с меньшими затратами организовать секции, да, и проводить мероприятия спортивные, может быть, с меньшими оплатами от родителей, да. И самое-то главное, этот прецедент или случай нам дает возможность другим организациям, да, точно так же подать заявление, и, может быть, из этого объекта, который находится у нас в квартале, да, создать какой-то центр спортивный, где будут не только, так скажем, спортивные мероприятия одной секции, но и несколько. И там оживет это здание, которое на сегодняшний день находится, ну, в состоянии никому не нужное. Как город профинансирует спорт в 2017 году? Появятся ли у нас новые спортивные объекты? 2017 год, ну, долго обсуждался, да, все ГРБС защищали, мы, так скажем, высказывали свою позицию, что наше направление, молодежь и спорт, должны профинансированы быть не ниже, чем 2016 года. Ну, администрация услышала, руководители защитились, и, в принципе, на 2017 год у нас не ниже, чем 2016 год финансирования. И вот отмечу только, что как раз заложили мы строительство тента каркасового покрытия на стадионе строитель, чтобы все-таки его там закончить. Еще один важный вопрос. Областной бюджет планирует сократить свою долю спортфинансирования, в частности, совсем не выделять денег на спортплощадки. Как будем отстаивать интересы и встречаем ли мы тут поддержку со стороны областных депутатов? Да, на сегодняшний день бюджет в первом чтении принят, там действительно есть урезание бюджета, да. Ну, на сегодняшний день областные депутаты ведут работу. Я в курсе, что часть депутатов, ну, и, в частности, Екатерина Поздеева, да, подали заявки для того, чтобы в виде поправок ко второму чтению восстановить финансирование как раз на плоскостные сооружения, да, и на финансирование выездов наших спортсменов на соревнования более высокого уровня, да, и уверен, что остальные депутаты поддержат это, да, и мы будем в полном объеме профинансирования для выезда, потому что результаты все равно наша область показывает хорошие. Я как председатель опять Федерации по флорболу и знаю, что на нашем уровне наши спортсмены уверены уже в том, что финансирование будет, а вот областная эта команда, да, сейчас в режиме ожидания, и поэтому надо будет подкорректировать свои планы, если вдруг что-то поменяется. Ну, я думаю, что ничего не поменяется, и все будет восстановлено, и тогда мы уже по плоскостным сооружениям вступим, так скажем, в игру, да, принять участие, чтобы у нас тоже что-то появилось. Спасибо, Николай Александрович, что пришли к нам в студию. Пожалуйста. А я напомню, у нас в гостях был председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Городского совета депутатов Николай Трухин. На сегодня это все новости, но не переключайтесь. Новые детские книги для взрослых детей. Тема нового выпуска программы «99-я страница». Смотрите прямо сейчас. Материалы выпуска вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». Новогодняя распродажа в дискаунтерах «Холодильник». Сотни идей для подарков со скидками до 20%. Например, телевизор за 7900 рублей. Швейная машина за 4900 рублей. Электрическая печь за 1790 рублей. Блендер за 1990. Литая сковорода за 990 рублей. Тостер за 790 рублей. Кухонные весы за 550 рублей. Чайник за 490 рублей. Машинка для скидки за 440 рублей. Миксер за 490 рублей. И, конечно, сюрпризы всем покупателям. Холодильник в Северодвинске. ТЦ «Панорама» на морском проспекте 49А. В субботу 17 декабря, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается. Ветер южный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и заставит 758 миллиметров рентгенов столба. Удочно, временами снег. Температура ночью минус 5 днем до 1 градуса мороза. Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». Всегда большой выбор качественной бытовой техники по низким ценам. В преддверии нового года скидки до 20% всем покупателям. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на морском 49А. Дискаунтер «Холодильник»